Привет! Вы на моем канале. Это видео с этой историей я планирую уже прямо сейчас, прямо сегодня, прямо вообще сейчас. И, чтобы вы не спросили, мы начинаем. Короче, идем мы сейчас с моей подружкой. И она мне рассказывает, что видела сон, где за ней гнался какой-то старик. Но, прежде мы спросили, что это за бренье, я расскажу, что случилось вчера. Вчера мы шли с хореографией втроем, а с хореографией мы завершаемся в 8 вечера, там плюс переодевание 8.30 максимум. И мы шли и дошли до автобусной станции, но чуть-чуть подальше. Третья подруга, ее зовут Милана, она пошла. А мы с Афиной, это моя подруга, которой мы живем в одном подъезде, тоже ходят на хореографию, но мы живем в разных подъездах. Она, мы с ней остались. И тут она краем глаза замечает какого-то человека в черном, с маской. Именно не такой маской, типа медицинской, а вот прям маской черной. Она мне говорит, беги. Я, ну там, врубание, вообще не понимая, что происходит. Ладно, плюнула, побежала. И тут я краем глаза замечаю, типа, го, мужик стоит черным весь. Этот мужик начал бежать, сначала быстрым шагом, потом бежал у нас. Мы, я забежала, точнее, первая забежала в подъезд, у меня первый, а у меня второй. Я бегу, уже проклинаю всех, нафиг. Я думаю, все, мы нарвались, не серийного маньяка, все сдохнем, нафиг. Я никак не могла набрать номер домофона, я его тыкала, 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 все, уже боюсь. И все, зашел в подъезд, вызвала лифт, а тышка, все, все, уже мысли в лифте такая, блин, да может это просто шутка какая-то, все, говно. Но приезжала домой, и тут мне Софина пишет, девочки, мы сегодня ходили с Викой, типа, на фотографию, вот, встретили этих мужиков, бла-бла-бла. И тут она, такое сообщение, он зашел со мной в подъезд. В смысле? Он зашел с тобой в подъезд? Боже, тогда я так за нее испугалась. Она сказала, что поехала на четвертый, потом, ты потом на шестнадцать, потом вернулся на четвертый, все, окей. Сегодня мы опять с ней идем на хореографию, она как раз мне все рассказала, как все произошло. И мы, получается, идем, и уже после хореографии, сейчас вот пять часов, вот мы раньше шли, и намного раньше там, сейчас не запоминали. И она говорит, представляешь, мне не снился сон, где какой-то дедушка в маске за мной бежит. Вот, и тут я ей рассказываю, что месяц назад не снился сон, где я, иду с какими-то тетками, одна старая, вторая молоденькая. Старая меня вот так рукой, молоденькая идет дальше. Потом за ними забегает какой-то мужик в маске черной. Старенькая, все сидержит меня. Мужик, я слышу крики женские, мужик выезжает и объезжает, получается, дома. Я, и нет, стойте, старая, она говорит, если увидишь незнакомых дядь, беги. Ничего не напоминает. Потом я попросила номер телефона, и я попросила ее телефон, но я никак не могла набрать номер, потому что... Он какой-то был старый телефон, и я никак не могла набрать номер мамы. Потом моргаю уже на месте преступления, там, с копами, и потом моргаю я уже... уже дома. Точнее, я там... Честь, кстати, я снимаю. И меня убивает мужик. Конец. Короче, я просто... Будь здорово. Переживаю за эту историю. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.